Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Новая система капитального ремонта многоквартирных домов на деле доказывает свою эффективность. К ней подключились все регионы страны, за исключением Севастополя и Крыма, которые еще осваивают специфику. Менее чем за год привлекли около 100 миллиардов инвестиций, причем большую часть внесли собственники жилья. Однако развитие системы капремонта продолжается, в том числе и на законодательном уровне. Результаты работы и актуальные вопросы представители региональных операторов со всей страны обсуждают на съезде в Самаре. «Ни шагу назад, только вперед» – почти девиз новой системы капитального ремонта жилых домов России. Первые результаты уже видны. В этом году по всей стране планируется отремонтировать порядка 30 тысяч многоквартирных домов. 5 тысяч уже сданы. В приоритетах – качество работ. Причем учитывается не только ремонт, но и повышение энергоэффективности, модернизация жилья. Разрабатывать дальнейшие стратегии и пути развития уже традиционно представители региональных операторов капремонта съезжаются в Самару. В этом году на форуме участники из всех 85 регионов, в том числе Севастополя и Крыма, для которых новая система капремонта еще впереди. Единственным самым наглядным примером является отремонтированный дом. Вот есть главное доказательство, после чего люди верят в то, что они вкладывают деньги в себя, в свое жилье, в свою недвижимость. Самарская область является успешным примером запуска региональной системы капитального ремонта. Наглядный пример отремонтированного жилья вселил в жителей уверенность в результате. Собираемость платежей за капремонт в Самарском регионе – 62%. К концу года, по прогнозам, эта цифра достигнет 85%. За первый год в регионе отремонтируют около тысячи домов. Затем ежегодной нормой станет миллион квадратных метров отремонтированного жилья. Профессионально, грамотно, организуя эту работу, мы можем добиться очень важного для людей, для страны результата. Смотрим и привлекаем общественности активно к тому, чтобы контролировалась работа подрядчиков, которые делают ремонт. Мы сами смотрим на уровне правительства и в том числе губернатор, как идут ремонты, какого качества, что за сметы. Постепенно ликвидируются и пробелы в законодательстве. В июне Госдума приняла закон, который регламентирует трехлетний срок, когда должны быть определены виды работ по каждому дому. Устанавливает обязательную гарантию на работу после капремонта. Делегатов съезда в Самаре ждут два дня продуктивной работы. В частности, предстоит обсудить инициативу Федерального министерства строительства и ЖКХ. Предлагается освободить от уплаты взносов на капремонт пенсионеров, у которых нет наследников. За них платить будет муниципалитет. Если идею поддержат, осенью министерство внесет законопроект на рассмотрение Государственной Думы. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. К октябрю текущего года завершатся все юридические вопросы, связанные с созданием Самарского национально-исследовательского университета имени Академика Королева на базе СГАУ и САМГУ. Сейчас специальная комиссия из представителей обоих вузов начала работу над дорожной картой Объединенного университета. В ней будет отражена вся концепция учебного заведения. Новый вуз получит название Самарский национально-исследовательский университет имени Академика Королева. В следующем году в Объединенный университет планируют набрать на 123 студента больше, чем в этом году в оба вуза. Все абитуриенты, которые поступят на факультеты САМГУ и СГАУ, получат дипломы об окончании уже национально-исследовательского университета. Я принимал ребят как декан в КУАИ, а дипломы ему вручал СГАУ. И говорил, ребята, вот смотрите, вы за пять лет прошли три вуза, но содержание, ядро, оно осталось одно и то же. Я думаю, вот мы должны по тому же пути идти. Ребята очень интересно реагируют, правильно реагируют, что да, нам тоже, в общем-то, это на пользу, если мы будем выпускниками национального исследовательского университета. В первый год научная структура меняться не будет, все филиалы и кафедры останутся как есть. Новый вуз позволит обеспечить студентам современные условия для получения образования. По мнению представителей научного сообщества, Самара должна стать привлекательной для студентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Напомню, приказ о реструктуризации двух вузов с присоединением классического вуза САМГУ к СГАУ в качестве подразделения уже подписан министром образования Российской Федерации Дмитрием Ливановым. Объединение поддержали большинство сотрудников обоих вузов. Итоги пятилетки подводили на 68-м заседании Самарской городской думы. В повестке всего один вопрос. Председатель думы Александр Фетисов выступил с подробным отчетом о проделанной работе. Жаркие споры, разные взгляды. За пять лет работы Самарская городская дума ежедневно трудилась над созданием и повышением уровня комфорта жизни горожан, над улучшением сфер социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. На 68-м торжественном заседании думы пятого созыва с отчетом выступил председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. В центре внимания депутатского корпуса находились многие проблемы. Так, впервые за долгие годы немалая доля расходов была направлена на сферу образования. Только за прошлый год было открыто больше двух тысяч мест в детских садах. С успехом заработала система билдинг-садов. Еще 10 дошкольных учреждений будут построены на территории города, в отдаленных и густонаселенных районах. Спикер Гордумы доложил о работе и о тех изменениях, которые ждут депутатский корпус в скором времени. 13 сентября пройдут выборы в районные советы депутатов. Из их числа впоследствии будет сформирована дума шестого созыва. В нее войдет 41 депутат. Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей. Впервые за 15 лет многие полномочия спускаются на низовые уровни органов власти. Тем самым мы сможем приблизить власть к народу. По мнению горожан, дума пятого созыва всегда отличалась той самой близостью к народу. По обращениям жителей, депутаты всех округов оперативно выезжали на места и помогали в решении актуальных проблем. Все пять лет дума слаженно и продуктивно работала над решением городских вопросов, отметил глава администрации Самара Олег Фурсов. Конкретные и качественные изменения – лучший критерий деятельности. Наиболее показательной эта работа стала в сферах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Так приводится в порядок скверы и парки, идет активная борьба с несанкционированными свалками. А в этом году продолжился масштабный ремонт городских дорог. Дороги в Самаре на протяжении многих лет были проблемой и болью горожан. Благодаря слаженной работе администрации и думы Самары были найдены и привлечены средства на масштабный капитальный ремонт многих магистралей. 13 городских дорог будут отремонтированы до конца текущего года. Осенью после выборов 13 сентября в Самаре будет сформирован новый орган законодательной власти и продолжит работать на благо Самары и ее жителей. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. По вкусу хлеба город или даже страну способен узнать почетный гражданин Самары Александр Киреев. Выезжая в другой город, он первым делом пробует выпечку. Это уже профессиональная привычка. О том, как отметил юбилей директор Самарского хлебозавода номер 5, заслуженный работник пищевой промышленности, расскажет Марина Матвейшина. Командировка длиною в 30 лет. Так называют свою работу на хлебозаводе номер 5 Александр Киреев. После работы в оборонной промышленности его назначили главным инженером на хлебозаводе и поручили поднимать предприятие. Здесь его ждали разлаженное производство, устаревшая техника и не слишком трудолюбивый коллектив. Работать пришлось практически 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Город, область всегда же хотели хлеб. И вот единственное, что у нас всегда было, даже в перестроечные времена, вы помните и карточную систему, и дефицит продуктов, но хлеб всегда был. И вот эта задача ставилась перед нами ни единого срыва, ни единого срыва поставок, чтобы народ обеспечивать хлебом. Сейчас свежий хлеб и булки пятого хлебозавода одни из самых любимых у самарцев. На предприятии постоянно внедряют новые рецепты производства и предлагают гражданам вкусные новинки. Во многом успешность и популярность хлебозавода номер пять – заслуга его руководителя Александра Киреева, который отмечает свой юбилей. Половину своей жизни он посвятил любимому делу и родному предприятию. Вам удалось создать очень сплоченный, дружный коллектив, который выставил в разные времена непростые, которые были в истории нашей страны и нашего города. Ваша принципиальность, честность, порядочность, ваше умение дружить, ваша последовательность и прекрасные человеческие качества, моральные качества снискали вам заслуженный авторитет не только в коллективе, но и в Самарской области и в нашем родном городе. За заслуги в пищевой промышленности Александр Киреев получил высокое звание почетного гражданина Самары, а родные и близкие уже давно наделили его еще и званиями – лучший муж, отец и друг. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. К другим темам. В летний период виновниками ДТП нередко становятся байкеры. С их участием с начала года в Самарской области произошло 39 дорожных аварий, в которых погибли 5 человек и 45 получили травмы. Причем большинство ДТП, по данным полиции, произошло по вине самих водителей мотоциклов. Рейд по пресечению правонарушений прошел в нескольких районах города. Жажда скорости, драйв и адреналин. Какой русский не любит быстрой езды, особенно если речь идет о байкерах. Еженедельно инспекторы ДПС фиксируют до 200 правонарушений, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда без шлема. Все это нередко приводит к трагическим последствиям. Анна Панкратова за рулем байка уже 4 года. Девушка дорожит своей жизнью и жизнью других участников движения. Оттого мерами безопасности старается не пренебрегать. На своем железном коне по городу, уверяет, ездит не более 60 километров в час. Перед поездкой всегда надевают защитную экипировку. К нарушителям относятся негативно. По сравнению с такими людьми, мы тоже все становимся сразу априори, плохие все. Из-за этого нас могут тоже автомобилисты не уважать. Хотя мы не все такие. Я не сторонник тех, кто нарушает правила. Если надо где-то погонять, позакладывать, пожалуйста, на трек можно съездить. У нас что в Казани, что в Майне можно. Поэтому предпочитаю все-таки спокойные стилизды. А этот молодой человек о правилах дорожного движения, по всей видимости, вообще не слышал. Поэтому и уселся на мощный спортивный байк без прав. Перед этим снял номера, чтобы в случае чего не отвечать за свои поступки. Минутой ранее вдобавок не остановился по требованию сотрудника ДПС. У молодого человека нарушение ст. 12.7, ч. 1, соответственно, не имеет категории на право управления. В связи с чем данный водитель отстранен от управления транспортным средством. Транспортное средство будет задержано, вынесен протокол. Теперь за несколько нарушений или хочу придется оплатить штраф. А его железному коню дорога на спецстоянку. С начала года в области, по данным полицейских, там оказалось более 200 мотоциклов. Мы на протяжении уже месяца этой проблемой целенаправленно занимаемся. И мы будем продолжать ей заниматься до тех пор, пока мы не наведем должного порядка в этом вопросе. Мы знаем прекрасно места, где, соответственно, у нас наиболее вероятное появление мотоциклистов. Мы не против того, чтобы они получали положительные эмоции от управления мотоциклом. Но при этом мы добиваемся того, чтобы они уважительно относились к другим участникам движения. И соблюдали правила дорожного движения. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Уровень предоставляемых управляющими компаниями услуг может стать на порядок выше. В Самаре открылся филиал организации «Национальный жилищный конгресс». Что это событие значит для работников сферы ЖКХ и простых жителей? Расскажем в сюжете. Национальный жилищный конгресс – крупнейшее в стране некоммерческое партнерство в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами. В его составе более 130 управляющих компаний из более чем 20 регионов России. Сегодня в этот список вошла и Самара. Почему Самара? Потому что в Самаре работает одна из передовых управляющих компаний жилищно-коммунальной системы. Вы все ее хорошо знаете. Принципы ее работы также известны. Она, скажем, это та компания, которая первая в Самарской области решила сделать в школу-центре клиента ориентированную политику. Подобные нововведения поддерживают и жители, и профессионалы. А главное, эти принципы работы отвечают стандартам Национального жилищного конгресса. Миссия наша – повышение качества бизнеса во благо потребителей. Все взаимно. Если мы не будем работать для потребителей, у нас не будет бизнеса. Создание филиала Национального жилищного конгресса в Самаре – важное событие для бизнес-сообщества. Управляющим компаниям это пойдет на пользу. У них появится площадка для диалога и обмена опытом. И не только. Сотрудники Национального жилищного конгресса постоянно привлекаются в качестве экспертов в комитеты ЖКХ Государственной Думы. Постоянно присутствуют на совещаниях в Министерстве ЖКХ Российской Федерации при правительстве, при принятии тех или иных решений. И как раз они их заслушивают как голос управляющих компаний со всей России. Одна из целей организации – через защиту интересов управляющих компаний добиваться повышения качества предоставляемых услуг. Сейчас филиал в Самаре только начинает свою работу. Пока в его составе две управляющие компании. Руководство филиала отмечает – его двери всегда открыты для новых партнеров. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Поселок Мехзавод очищают от аварийных деревьев. Такие есть и во дворах, и возле детского сада, и около школы. Чтобы ходить по родному району было безопасно, жители обратились в общественные советы. Результаты не заставили себя долго ждать. Эти дома построены в 70-х годах прошлого века. Тогда же около них жители высадили молодые деревья. Время прошло, и когда-то маленький саженец, теперь высотой с пятиэтажный дом. Там дерево дупло, гнилое. Оно в любой момент может упасть при сильном ветре. Здесь очень серьезное положение с этим деревом. В опасной близости газовая труба. Если дерево упадет, без газа может остаться весь район. Жители аварии дожидаться не стали. Обратились в общественный совет микрорайона. Совместно с районной администрацией договорились с управляющей компанией. Коммунальщики предоставили подъемник и мастеров. И началась обрезка опасных веток. Мы сейчас, конечно, можем ли пойти легким вариантом, комплексно обрезать, но мы не знаем, каким образом себя поведет дальше. Обрезаем комплекс. Чтобы окончательно решить проблему с деревом, угрожающим трубе, общественникам предстоит договориться с газовой службой. Иногда, да, приходится какие-то спорные моменты решать с предприятиями. Но, я думаю, все проблемы, они решаемые. Потому что все заинтересованы, прежде всего, в благоустройстве поселков и залов. Жители этих домов – настоящие активисты, готовы и дальше участвовать в жизни своего двора. Вместе с властью определять, на что прежде всего следует обратить внимание. В конструктивном диалоге решать важные городские задачи. Люди, небезразличные к судьбе Самары, войдут в команду созидания, которой предстоит продолжить общее дело благоустройства города. Айгуль Зиганшина, Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Во дворе дома 216 по улице Советской Армии растят будущих чемпионов. Раньше, чтобы поиграть здесь в футбол, детвора сооружала ворота из подручных средств. Да и сражаться приходилось не только с командой противника, но и с зарослями травы. Сегодня площадка приобрела совершенно другой вид. Больше всех хорошую площадку ждали местные мальчишки. Футбольные баталии во дворе теперь точно станут интереснее. Артем Монаков уже предвкушает вечера с футбольным мячом и новыми друзьями. Мне нравится играть в футбол. Но мы не играем, потому что не было ворот, и надо было камни ставить, а их иногда не видно. Теперь есть и новенькие ворота, и высокую траву тоже постригли. Кроме того, обновили краску на лавках. С ремонтом спортивной площадки помогли местные власти и общественный совет микрорайона. Сделанным общественники остались довольны. По инициативе жильцов данного двора, по их просьбе, мы устанавливаем сегодня футбольные ворота. Я думаю, что впоследствии эта площадка будет пользоваться популярностью среди молодежи. И, возможно, именно на этой площадке вырастут будущие чемпионы. Будущим чемпионам до Олимпийских высот пока далеко, зато уже есть где тренироваться. Следующий шаг в обустройстве двора – парковочные места для машин. Общественный совет микрорайона берет вопрос на контроль и обещает – парковка будет. В конструктивном взаимодействии с властью вопросы решаются быстрее. Мы очень рады, что у нас пришел такой общественный совет, с которым можно решить наши проблемы. Я думаю, вы сами наблюдаете, как они у нас эффективно решаются. Красивая Самара, в которой комфортно и детям, и взрослым. Таким родной город видят неравнодушные, а главное – активные жители. Именно они войдут в команду созидания, которая поможет преобразить как отдельные дворы, так и город в целом. Выборы в районные советы депутатов пройдут 13 сентября. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Более 450 человек воспользовались услугами пенсионного фонда в Самарском многофункциональном центре. Сотрудничество структур началось в апреле. Особенно выгодным оно стало для молодых родителей. Им больше не приходится стоять в очередях, тратя время. В МФЦ можно оформить выплаты, положенные при рождении ребенка, получить сертификат на материнский капитал и здесь же подать заявление о распоряжении частью его средств. Документы на получение сертификата принимают в будние дни с 8 утра до 5 вечера. Еще больше сэкономит время предварительная запись на сайте МФЦ. Такая услуга, как единовременная выплата на материнский капитал, это мы говорим о сумме в размере 20 тысяч рублей. Эта услуга предоставляется у нас с 8 до 8 в будние дни и в субботу она предоставляется с 10 до 20 часов. Такие услуги, как получение сертификата и единовременная выплата, она позволяет на территории нашего МФЦ оказывать уже весь спектр пособий, который предназначен для рождения ребенка и именно для молодых семей. Здесь график работы очень приемлемый. В любое время, когда есть свободные часы, можно прийти и подать документы. Впереди вас ждут новости экономики, а я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Послушав в суде двух свидетелей одного дорожного происшествия, уже не так веришь историкам. А ведь с 1 августа все водители страны попадут таки в историю. В России заработает Бюро страховых историй, и в нем будет аккумулироваться вся информация по добровольным видам страхования – КАСКО и добровольная ОСАГО. Это позволит страховщикам отсечь нежелательных страхователей и снизить стоимость полиса для водителей с хорошей страховой историей. Реально система заработает не сразу, ведь для формирования полноценной базы данных требуется время. И вот тут возникает проблема. Страховщики даже не представляют, как долго будет наполняться база. Вы вот знаете кого-нибудь, кто купил дополнительное ОСАГО? Вот и я не знаю. В России участились случаи продажи полисов ОСАГО по заниженным ценам. Встречаются и поддельные документы. Соответствующая информация содержится в сообщении Центробанка. Регулятор подчеркивает, что стоимость полисов рассчитывается в соответствии с указанием Центробанка от 19 сентября 2014 года. Страховые компании не могут устанавливать тарифы, которые не соответствуют этим требованиям. Если клиент приобретает страховку у агента, важно ознакомиться с его доверенностью. Кроме того, на официальном сайте каждой страховой компании должен быть размещен список таких агентов. Проверить действительность купленного полиса можно на портале Российского союза автостраховщиков. Федеральная миграционная служба намерена разрешить россиянам получать второй загранпаспорт. Он поможет тем, кто часто путешествует за границей, так как сдача документа для оформления визы в какую-либо страну не станет препятствием для одновременной поездки в другую. Кроме того, оформление виз многими странами допускается не позднее, чем за несколько месяцев до истечения срока действия загранпаспорта. Однако новый паспорт можно получить только непосредственно после истечения срока действия старого. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1631 пункт. В аутсайдерах акции группы ПИК, ТАТ-нефти, Префы Транснефти, обыкновенные бумаги группы ЛСР и Солерса. Среди лидеров роста акции НМТП, аптечной сети 36,6, Префы ТАТ-нефти, обычка Полиметалл и Магнита. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. На биржах Европы и Соединенных Штатов преобладали медвежьи настроения. Ключевые азиатские индексы торгуются с повышением. Нефтяные котировки продолжают снижение на фоне укрепления доллара и неожиданного роста запасов нефти в США. Курс доллара на 23 июля – 57,02 рубля, курс евро – 62,39 рубля, золото стоит 2010 рублей за грамм, серебро стоит 27,10 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 56,17 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok